Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. Как всегда, мы расскажем сразу несколько актуальных новостей, ну а начнем, как водится, со сводки происшествий. За прошедшую неделю на дорогах Рязанской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 39 человек получили травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано 256 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы ДПС ГОИ выявили 38 138 нарушений ПДД РФ, в том числе 30 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 9 отказов от прохождения медицинского освидетельствования, а также 3 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения повторно. 90 нарушений совершили пешеходы, а также выявлено 48 нарушений, связанных с перевозкой детей. 124 нарушения допустили водители грузовых автомобилей и 9 нарушений допустили водители автобусов. 29 октября примерно в 11.10 в Скопинском районе на 90-м километре автодороги Михайлова-Голдина-Горлова-Скопин-Милославская 42-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Калина», по предварительной информации, не предоставил преимущества проезда перекрестка и совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пола» под управлением 40-летнего жителя Милославского района, который в последующем совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 46-летнего жителя Скопинского района. В результате происшествия трое пассажиров автомобиля «Фольксваген Пола» в возрасте 36 лет, 7 лет и 13 лет получили травмы. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются. О том, как сотрудники госавтоинспекции останавливают водителей в состоянии алкогольного опьянения, мы рассказывали не раз. Напомню, штраф за такое до 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения. В этот раз сотрудники ГИБДД вновь поделились с нами кадрами с таких рейдовых мероприятий. Я вас отстраняю от управления автомобилем «Мерседес», так как вы управляли автомобилем с признаками опьянения. То есть резкое изменение окраски кожных покровов в лице и поведение соответствующей обстановки. Вам все понятно, что я вас отстраняю по факту управления? Да. Таташ, протокол от устранения сразу как вас затребует? На улице полно, поэтому изменю лица. И ситуация нестандартная. Ситуация нестандартная, погода на улице плохая. Все эти отговорки сотрудники ГИБДД слышали, наверное, не один десяток раз. Еще говорят, и не такое придумывают, когда останавливают, так сказать, не в кондиции. Тут можно подумать, что на бедную автоледи наговаривают лишнего. Однако бравый инспектор говорит сразу, давайте доним в трубочку. И сразу станет ясно, виновата холодная погода или горячительные напитки. Я вам обязан сейчас предложить пройти освидетельствование о алкогольном опьянении на стационарном посту ДПС Солочинский. Вы согласны проехать? Пройти освидетельствование? Я не согласна. Вы согласны? Тогда на основании статьи 27.12 УАПРФ я обязан вам предложить пройти медицинское освидетельствование о состоянии опьянения. Проехать в медучреждение пройти освидетельствование о состоянии опьянения. Ну вот и ответ. От прохождения осветительствования отказалась, а это тоже статья. Санкции такие же, как если бы алкотестер опьянения подтвердил. Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского осветительствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Повторный штраф, кстати, больше, на порядок, до 300 тысяч рублей. Плюс обязательные работы на 480 часов или принудительные на срок до двух лет. А ко всему этому повторное нарушение классифицируется как уголовная статья, лишение свободы на два года. А заодно и водительское удостоверение отберут. Те же санкции и за повторный отказ от медицинского осветительствования. А это уже другой случай. Автоледи эту вычислили по ее автомобилю. Были на ее Хендайе, так сказать, заметные следы. В городе Рязани, вблизи дома номер 59 по улице Чапаева, при надзоре за дорожным движением, внимание сотрудников госавтоинспекции, привлек автомобиль Hyundai Solaris, который имел явные признаки дорожно-транспортного происшествия. Инспекторы приняли решение остановить данное транспортное средство. Общаясь с 32-летней женщиной-водителем, инспекторы обнаружили, что у нее имеются характерные признаки алкогольного опьянения, а именно устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка. Процедура та же. Инспекторы ГИБДД предлагают даме пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Я с вами никуда не пойду. Говорит Автоледи и идет. Даже успевает в автомобиль сесть. После почему-то быстро меняет решение и вновь продолжает петлять по улице. Вы будете проходить процедуру, раз в лесу стояла? Конечно. Все, до свидания. И снова отказ. Ну ничего, статья та же. 12.26 Кодекса об административном правонарушении. Инспекторам такое слышать не впервой. Протокол оформляют тут же. Далеко ходить не надо. Нас прессуют просто так. И это только два случая. За одни только выходные по статистике регионального ГИБДД останавливают до 40 водителей в состоянии алкогольного опьянения. За месяц, соответственно, бывает, что и сотню. По России цифры выше. За первые пять месяцев две сотни тысяч пьяных водителей. 10% из них стали фигурантами уголовных дел. Будут ли новые штрафы с ноября, изменения в правилах дорожного движения, а также в схеме платных парковок в городе? Об этом расскажем в нашей небольшой подборке новостей. То, что некоторые инспекторы иногда называют куском тряпки, в сертификате значится как детское удерживающее устройство. Массовому потребителю оно и вовсе известно как бескаркасное автокресло. В правительстве не раз поднимался вопрос о запрете такого рода удерживающих устройств. Причина? Из-за его дешевизны родители покупают устройство для оправдания перед сотрудниками ГИБДД. Дескать, в сертификате же написано автокресло, так что юридически все правильно. Потому и хотят в правительстве ужесточить требования к детским автокреслам. Задачу поручили Минпромторгу. Дедлайн 15 ноября. Первыми под ужесточение требований как раз и попадут бескаркасные автокресла. В правительстве говорят, что по результатам тестов, лямки этих автокресел при резком торможении просто рвутся пополам. Ни о какой защите позвоночника и головы речи не идет. К вопросу оплаты. До конца ноября водителям необходимо оплатить транспортный налог за прошлый год. Крайний срок 1 декабря 2023 года. Со 2 числа неуплаченная сумма будет считаться задолженностью, так что на нее начнут начисляться пения. Штраф за непристегнутого пассажира по-прежнему актуален. Заработало правило в сентябре, когда нейросети научились выявлять и тех, кто едет без ремня на пассажирском сидении рядом с водителем. Автомобилистам уже приходят штрафы по статье 12.6 Кодекса об административных правонарушениях, но пока только в Москве. Эксперимент этот признан успешным и умные комплексы хотят внедрить и в регионах. Другой важный вопрос – сезонные шины. Пока с погодой не угадаешь, переобуваться или нет, штраф за несезонные шины уже вступил в силу. Звучит он просто. Летом на летней резине, зимой на зимней. И зимними месяцами считается как раз декабрь, январь и февраль. Так что фактически пока штрафа можно избежать. Однако о собственной безопасности тоже стоит подумать заранее и переобуться, если того требует погода. От новостей Рязани к новостям страны. Рост числа дорожно-транспортных происшествий, снижение количества смертности на дороге, а также повышение цен на такси. Это и многое другое в нашей следующей подборке. Показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Почти 97 тысяч ДТП с января по ноябрь. Это почти на 5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Жертвами дорожно-транспортных происшествий стали 10 309 человек. Больше на 1,5% и почти 121 500 человек получили ранения. Это больше, чем на 4,3% относительно показателя прошлого года. Очень резко, сразу на 216% выросло количество происшествий с участием электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. Чаще стали попадать под колеса пешехода. Однако тяжесть последствий таких ДТП несколько снизилась. Специалисты научного центра БДД МВД России отмечают, что почти 88% всех аварий произошли из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения. Чаще всего причинами ДТП становится нарушение скоростного режима, это 18,7 тысяч инцидентов. Несоблюдение очередности проезда перекрестков, почти 17,3 тысяч аварий. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, больше 10 тысяч происшествий. И неправильный выбор дистанции, около 9 тысяч ДТП. Также нередко к авариям приводят выезд на встречную полосу, нарушение правил проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества пешеходам и нарушение правил перестроения. При этом превышение скорости и выезд на встречную полосу характеризуется наибольшей тяжестью последствий. На эти нарушения ПДД в общей сложности приходится больше половины всех погибших на дорогах. Тем не менее, за 5 лет смертность на федеральных трассах сократилась в 1,3 раза. Об этом говорили на совещании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на федеральных трассах в Федеральном дорожном агентстве. Глава Автодора отметил, что на сегодняшний день Росавтодор реализует множество мероприятий. Все из них отработаны с госавтоинспекцией и ее территориальными подразделениями, а также с региональными комиссиями по обеспечению безопасности дорожного движения. В качестве примера глава Росавтодора привел планомерную работу ведомства по разделению встречных потоков, чтобы исключить самый опасный вид дорожно-транспортных происшествий – лобовые столкновения. «В этом году мы планируем разделить встречные потоки на участках федеральных трасс общей протяженностью больше 600 км. Увеличиваем и число комплексов фото- и видеофиксаций на автомобильных дорогах. Большое значение имеет общение с пользователями и обратная связь. Пропаганда законопослушного поведения всех участников дорожного движения». Конец цитаты. Также Роман Новиков отметил, что наряду с ростом автомобилизации, интенсивности движения транспорта и увеличением протяженности сети федеральных дорог, рост смертности в период с 2017 по 2022 год сократился в 1,3 раза. Тем не менее, увеличение транспортного потока на отдельных направлениях, которые сегодня стали наиболее востребованными, а также существенные изменения условий движения, связанные с вводом в эксплуатацию новых участков дорог и погодными условиями, могут негативно отразиться на аварийности на федеральных трассах. Начальник МВД России Михаил Черников поддержал главу Росавтодора в части расширения применения эффективных мер и обмена управленческим опытом, которые позволят до конца 2023 года изменить тенденцию увеличения показателей аварийности. «Мы должны приложить максимум усилий для снижения аварийности и смертности в результате дорожно-транспортных происшествий». По мнению руководителя Российской госавтоинспекции, такие встречи позволят более точечно расставить акценты в работе. «Необходимо аккумулировать все полномочия, которые сегодня есть в дорожной отрасли, и надзорные компетенции госавтоинспекции, чтобы использовать механизмы совместного взаимодействия». «По федеральным трассам движется колоссальное количество транспортных средств. Это основа опорной сети страны, и задачи по снижению аварийности на этом направлении являются приоритетными. У нас есть резервы и неиспользованные инструментарии для их решения». Таким положительным примером, когда в существующих условиях подразделениям госавтоинспекции совместно с ФКУ в регионах удается сдерживать рост ДТП, были посвящены доклады руководителей территориальных подразделений госавтоинспекции. В завершении все участники совещания выразили уверенность, что совместная работа и профилактические мероприятия позволят значительно снизить аварийность и число погибших в ДТП до конца текущего года. Следующая новость касается такси, а точнее роста цен на услуги. Агрегаторы признают, есть проблемы с нехваткой водителей и автомобилей эконом-класса. Определенное влияние на ситуацию оказал и новый отраслевой закон, заработавший с 1 сентября. Эксперты констатируют, что к Новому году проблемы могут усугубиться на фоне растущего спроса, а эра дешевого такси в принципе закончилась. По словам некоторых агрегаторов, приток новых водителей сократился на 15%, также продолжается нехватка недорогих машин. Говоря о росте стоимости услуг такси, о чем неоднократно в последнее время заявлялось в СМИ, в компании пояснили, что цена поездки складывается из многих факторов. Тарифа, рост объема спроса на поездке, количество свободных машин на линии и так далее. В периоды, когда спрос на такси высок, а свободных машин на линии мало, начиная действовать повышающий коэффициент, что должно привлечь на линию больше водителей и таким образом нормализовать цены. Помимо очевидных факторов на рост цен, погоды и так далее, есть и новые. Во-первых, рост цен на сами автомобили и их обслуживание. Во-вторых, нехватка водителей. А в-третьих, возросшие требования к таксистам, которые предъявляют новый закон о такси. По данным некоторых агрегаторов, часть водителей еще в процессе получения необходимых документов и подготовки к нововведениям. В Госдуме же предлагают отложить до 2025 года начало действия ряда норм закона об организации перевозок. Также депутаты предлагают ограничить стоимость эвакуации машин. Например, если машина была припаркована с нарушением требований знака. Соответствующий законопроект направлен в правительство для получения отзыва. Как рассказал один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, главная идея заключается в том, что стоимость принудительной эвакуации не должна превышать хотя бы стоимость самого автомобиля. Согласно КОАП, за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств полагается штраф от 500 до 3000 рублей. Кроме этого, предусмотрена такая мера обеспечения производства по делу, как задержание машины, то есть его эвакуация на штрафстоянку. Возмещение расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства возлагается на того, кто совершил нарушение. Ярослав Нилов добавил, что цитата «Таким образом, автовладелец с учетом установленных расценок фактически выплачивает штраф, превышающий в несколько раз наказание, предусмотренное КОАП. Данный факт означает, что нарушаются одни из основополагающих принципов административного наказания, а именно принципы справедливости и соразмерности наказания совершенному правонарушению. Эти нормы позволяют аффилированным организациям, осуществляющим перемещение транспортного средства на специализированную стоянку его хранения, паразитическим образом обогащаться и безбедно существовать». Конец цитаты. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.